Почти 100 человек участников это вместе с ветеранами. Гребцы старшего поколения выясняли отношения на двух дистанциях 250 и 500 метров. Среди стартовавших президент Федерации грибного спорта области Сергей Мелехов. Наша одна из основных задач это восстановить тоже ветеранское движение, любительское движение гребли, чтобы люди, которые закончили или которые никогда не занимались этим видом спорта, могли прийти и попробовать себя, возможно поучаствовать в областных соревнованиях российских, а потом может быть и в международных. Быстрейшим на этой 250 метровой дистанции, опередив президента Федерации на 2,5 секунды, стал чемпион России среди молодежи Кирилл Бирюков. Его время 37 секунд. Бывает такое, что спортсмены проходят дистанцию и остаются чуть-чуть там сил. Ну это у профессионалов, у ветеранов, наверное, всегда должно оставаться чуть-чуть сил. Но, тем не менее, раскладка самая важная на дистанции, будь то короткая, длинная дистанция. Ольга Дубовская стала второй среди девушек-ветеранов на дистанции 250 метров, а победила Ксения Милосердова. На этой же дистанции среди чуть более опытных лучшие Екатерина Ушкала и Елена Полякова. Мы также провели только для возрастов именно основного состава на выезде. Отбирались по контрольным тренировкам спортсмены для оценки их состояния, были контрольные тренировки, по результатам которых формировалась команда на выезд на основные всероссийские соревнования. И поэтому наши внутренние ростовские области, внутриобластные соревнования, они, к сожалению, были в таком формате как бы тестовом больше. Прекрасно выступила на своих первых за долгое время официальных стартах Татьяна Горбенко. Воспитанница училища Олимпийского резерва тысячу метров преодолела за 3 минуты 34 секунды, а дистанцию вдвое длиннее за 7,27, что позволило первенствовать дважды и стать лучшей. В лодке ты чувствуешь воду, ты чувствуешь, как идет лодка, а на концепте ты просто идешь по своим цифрам, ну, ощущения разные. Ну, если честно, на концепте нравится больше, чем на воде, но на воде, так сказать, свои ощущения. То есть ты гибешь, но на воде лодка гибет. Такие же двойные победные ощущения и у победителя среди мужчин Никиты Демченко. Воспитанник пятой спортшколы примерно по 4 секунды привез ближайшему преследователю и на километре, и на двух. Никита, несмотря на усеченный спортивный год, провел достаточно стартов, став призером большой московской регаты, чемпионат России и победителем первенства страны. Сейчас временем на концепте не особо доволен. На России это слабый результат. В одиночке на воде еду гораздо быстрее и уже создаю конкуренцию взрослому силу. На концепте пока не получается из-за недостатка веса. Здесь очень решает вес. Чем больше вес, тем лучше результат. В главных заездах приняли участие 60 сильнейших спортсменов-академиков, а в ветеранском турнире сражались 26 человек.